Витасепт, янтарный, росинка и многие другие так называемые косметические средства. А по сути дешевый и сердитый алкоголь заполонили при лавке Бурятии. Спиртосодержащие лосьоны стали очень популярны последние пару лет. О проблеме доступности и востребованности заговорили депутаты городского совета. И вот это и прискорбно, то что эта жидкость, она продается везде. В киосках, в день и ночь. У нас запрещена реализация алкогольной продукции в ночное время. А это, пожалуйста, в любое время, может любой подойти и купить тоже, невзирая на возраст. У нас эта жидкость продается возле школ, образовательных учреждений, возле муниципальных предприятий. Ну то есть везде продается. 31 марта депутаты направили очередное обращение министру внутренних дел Олегу Кудинову. Это уже третье письмо за последний год. Первый раз просили запретить продажу в киосках новостей. И бутылочки, в народе называемые фунфыриками, действительно исчезли с полок. Но по факту переместились в другие точки. И продают их по весьма демократичным ценам. Бутылочка объемом в 100 миллилитров стоит в среднем 30 рублей. К тому же всенародные лосьоны всегда в шаговой доступности. Сейчас мы попытаемся купить один из них. Весь процесс будет сниматься на нашу скрытую камеру. Здравствуйте. А у вас есть Витасепт? Можно, пожалуйста, две штучки? Две минуты 60 рублей и заветные бутылочки в наших руках. Вот это самый популярный напиток. Витасепт содержит 95% этилового спирта. По словам продавцов, фунфырики популярны среди малоимущих. Это и студенты, и лица безопределенного места жительства, и закоренелые алкоголики. Между тем, такие косметические напитки наносят серьезный вред здоровью. Влияние косметических средств – это ровно так же, как воздействие суррогатов алкоголя на организм. То есть это может провоцироваться различным видом обострения хронических заболеваний, различные кровотечения, вплоть до судорожных проявлений. Сейчас в нашей стране все на плечах населения. Вот если вы такие дурачки, то вот вам, пожалуйста, я, вот вам мер, ну, что хотите, то и делаю. От МВД депутаты требуют установить каналы поставки в республику смертельного пойла. На этикетках в качестве заказчика указаны ООО «Медстар» – Россия, Самарская область. В каталоге товаров три наименования – уже знакомый витасепт, тоник красного перца и настойка дуба. Все с содержанием этилового спирта – более 60%. Галина Соболева, Юрий Шабаганов – первая альтернативная.